В рабочем поселке Ишеевка продолжается строительство крупного образовательного комплекса. Учреждение, в состав которого войдут детский сад, школа и бассейн, будет рассчитано на 420 детей. Сергей Морозов побывал на строительной площадке, поговорил с подрядчиком и выслушал доклад о проделанной работе от сотрудников регионального Минобра. В принципе, у меня кирпичка, плиты частично облучены, пиломатериал тоже везут, ну вот, идем. За партой новоиспеченной школы ребята должны были сесть еще в сентябре 2018-го. Однако сроки перенеслись ровно на год. В качестве причины в профильном ведомстве назвали то, что объект строится за счет средств инвестора. Поэтому только он вправе устанавливать сроки сдачи. Завершение строительства уже в 2019 году. И строительство ведется за счет средств частного инвестора. И в конце года она будет выкуплена муниципалитетом. И сюда пойдут дети начальной школы. После сдачи объекта начнется процедура лицензирования нового комплекса. Школа-сад откроет свои двери 1 сентября 2020-го. К этому же времени по распоряжению губернатора должны привести в порядок старое здание школы, где сейчас и обучаются ребята. 1 сентября 2020-го года эта школа должна принять детей. То 1 сентября 2020-го года возможно. И то старое здание должно быть приведено в хорошее состояние. Чтобы комплексом сдавать. А если сейчас мы это сделаем, потом будем в 2021-2022 году другое делать. И такая у нас стройка лет на 70. Обратил внимание глава региона и на развитие в рабочем поселке конного спорта. Отрасль дополнительного образования контролирует дворец творчества детей и молодежи. Конным спортом в Ишевке занимаются более 200 детей. Согласно новому плану развития, в течение трех лет на базе клуба планируют построить конно-спортивный комплекс. Однако губернатор заявил, сроки слишком завышены. Коллеги, давайте мы все же сделаем. Смотрите, какое количество людей занимается. Дрехсот детей у нас здесь постоянно. Ну что, неужели нельзя в 60-миллиардном бюджете Ульяновской области, за этот год мы точно заработаем еще плюсом, найти эти 12-15-20 миллионов рублей, чтобы этот центр реально заработал. Кроме строительства комплекса обновят поле для выездов, установят автоматическую пожарную сигнализацию и благоустроят территорию. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды.